Здравствуйте. Я Алия Жакупова, правозащитница инициативы «Веритас» из города Астана, Казахстан. Я хочу обратить внимание правительства стран УБСЕ на два аспекта. Первый. Аккаунты в социальных сетях гражданского общества Казахстана стали предметом особого контроля спецслужб и полиции. Взлом аккаунтов даже с двухфакторной верификацией через СМС на мобильный телефон и незаконный сбор информации в социальных сетях против гражданского общества и оппозиции в Казахстане носит системный характер. Я сама стала жертвой взломанных аккаунтов в Инстаграм и Фейсбук. С 2020 года против меня было возбуждено политически мотивированное уголовное дело с обвинением по 405 статье части 2 в экстремизме. Из материалов дела мне известно, что следователи полиции ввели незаконно сбор информации с моей личной страницы в Фейсбук и с компьютера. Все это происходило без санкции прокурора. Причиной для политического преследования стала моя правозащитная деятельность, участие в протестах и призыв казахстанцам поддержать протестное умное голосование на парламентских выборах 2021 года. В результате я уже 8 месяцев нахожусь под домашним арестом. Второй аспект. Системная дискриминация. Нарушение прав на справедливый суд при проведении онлайн судов. Приведу свой пример. Каждый, который показывает проблему десятков политически преследованных в Казахстане. С 12 апреля 2021 года надо мной идут онлайн суды. Полиция использует глушители для интернета, чтобы во время суда мы не могли ввести видеотрансляцию в соцсетях с фиксацией нарушения прав человека. Аналогичные действия с правом во время протестов или выборов в Казахстане. Во время вступления в суде... У меня осталось чуть-чуть. Я заканчиваю. К сожалению, в разрез рекомендации резолюции Европарламента от агинского резолюция 2021 года, я уже заканчиваю. В политических судах нет дипломатов без просадки, которые могли бы убедиться в правных фактах. Но политические суды... Мы призываем правительство... Продолжение следует... Instagram, YouTube and Facebook are being politically persecuted for parallel void counts of gathering information on electoral and human rights violations. In December 2020, the platform Voices of Kazakhstan is initiated by the Italian Federation for Human Rights and the Freedom Kazakhstan Foundation was launched. This platform exposed widespread fraud and human rights violations in the parliamentary elections in January 2021. In the days before Election Day, at least nine clone chats of Aleman and Byga were set up where observers, protocols and ballot papers from voters were collected. They were also subjected to various hacker attacks to put the smart protest voting publications into a shadow ban or to put the chat boards out of action altogether. In addition, pressure intensified on family members of one of the initiators of the Voices of Kazakhstan's platform, Balik Mindgaziv. Five of his closet relatives, colleague Bekezhan Abay, Yerik and Armand, have been subjected to criminal proceedings on political grounds. In addition, employees of his company, Karachaganak Support Services, associated with Balik Mindgaziv, who was initiator of this platform, were taken hostage. An European Parliament resolution condemned the persecution of the Mindgaziv family and associates for political persecutions, but repressions continues. One of his brothers, Bekezhan Mindgaziv, was arrested for two months, and there is a threat of extraction arrest against Balik Mindgaziv. We therefore call on the governments of... Can you conclude, please? We therefore call on the governments of overseas countries to support the recommendations of the European Parliament resolution, as well as to speak publicly in defense of the persecution and initiators of the Voices of Kazakhstan's platform. Thank you. Здравствуйте. Меня зовут Назира Ольпесова. Я представляю правозащитное движение «Ильмай. Защита прав человека в Казахстане». В своем выступлении я хочу сказать, что в Казахстане нет демократии. За свободу слова и требования верховенства закона в сентябре 2020 г. меня ложно обвинили в экстремизме, и 4 апреля 2021 г. в суде без права на защиту незаконно осудили по двум частям 405-й статьи. Сфальсифицированного уголовного дела. В Казахстане за инакомыслие могут сфабриковать уголовное дело и бесправно осудить любого активиста. Экстремизм – это очень серьезное обвинение. По сфабрикованному уголовному делу доказательством моей вины послужили мой домашний принтер, рутер, микрофон, личные и телефонные переговоры и переписки, а также результаты незаконного сбора и публикаций с моих личных страниц в социальных сетях. Все это в суде было противоправно признано экстремистским орудием. Меня приговорили к ограничению свободы пятилетним запретом на участие в общественно-политической жизни страны. Сейчас, под угрозой лишения свободы, чтобы я не нарушила противоправные запреты, за мной приставили спецслужбу, следящую за исполнением неправосудного приговора. 5 мая, в этом году, в 2021 году, 5 мая, после моего видеообращения к министру по иностранным делам Португалии Аугусто Сандо Силова, КНБ взломали мой аккаунт в Facebook и удалили мое видеообращение. Учитывая вышесказанное, призываю правительства, демократических стран, членов ОБСЕ, поддержать рекомендацию резолюции Европарламента и рассмотреть введение персональных санкций за массовые политические преследования. Спасибо. Мистер Ситников, CSO 70, is next on my list. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for the opportunity to address you today. I am saddened that yet again we need to speak about Poland. The Polish government is escalating its war against dissents. The Open Dialogue Foundation, which I am representing, happens to manage the country's largest online political community, Soksburaka, a pro-democratic civil society hub with over 1 million followers. This Facebook page, just as a foundation, is a constant turn in law and justice food, monitoring and criticizing the increasingly authoritarian government's actions with satire and educational content. The authorities have replied to our fully legal activities not only with never-ending propaganda attacks via their public media channels, but also with disinformation and hate attacks through their social media troll farms. With the recent intensification of their campaign against civil society, law and justice initiated numerous investigations and legal proceedings against the page's administrators, with the most drastic being the recent arrest of the chair of our supervisory board, Bartosz Kramek, by secret services. For two weeks now, he remains in a pretrial detention, a political prisoner in an EU member state. Indictments have also been filed against the leaders of the Polish women's strike, Marta Lempard, Agnieszka Cerederecka and Clementina Suchano. We expect other civil society leaders to be next. The authorities of Poland are trying to silence critical voices with methods straight from Russia, Kazakhstan or Belarus, inducing a chilling effect on civil society. We request that the OSC monitors these cases of political persecution and publicly condemn them on the international area. Thank you and free Bartosz Kramek. Здравствуйте, я Анна Шукеева, правозащитница движения 405. Движение получило название 405 в честь уголовной статьи, которую режим Назарбаева использует для политического преследования, за критику властей, в соцсетях и участников мирных протестов. Власти якобы борются с экстремизмом, а в практике это просто борьба с инакомыслием. А во время пандемии это борьба с инакомыслием онлайн. С марта 2018 года по тайным решениям суда против оппозиционных движений Коще партии Ассеи и демократические выборы Казахстана были осуждены по этой 405 статье 54 активистов. Сегодня, на сегодняшний день, на 12 июля в СИЗО у нас находится 11 политических заключенных по этой статье, 50 человек под угрозой ареста, и также тысячи казахстанцев получили различного рода угрозы быть привлеченными по этой статье. Все эти люди преследуются по трем главным причинам. Первое, они объединялись и критиковали власть за коррупцию, за нарушение прав человека в телеграм-чатах. Второе, они публиковали, смотрели, делали перепост и комментировали в Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке прямые эфиры с выходом на мирные протесты. Или защищали, например, жертв китайских лагерей, восточного Туркестана. Третье, они учились фиксировать нарушения прав со стороны полиции, насилия, со стороны КНП. Также фиксировали нарушения права на справедливый суд, и также предвыборный или избирательный процесс. Все эти нарушения пропагандистка режима Эльвира Асимова называет частными проблемами отдельных част граждан Казахстана. Я сейчас укажу, чем грозит в Казахстане онлайн-критика властей. В качестве наказания лицам, осужденным под 405-й статье, ограничивают свободу и назначают запрет заниматься политической, гражданской и правозащитной деятельностью. Казахстане запрещают пользоваться соцсетями на несколько лет. В приговорах суда прямо написано, запрещают размещать информацию, комментарии, репосты и даже слова поддержки в адрес политических преследуемых. Суды так и говорят, что нельзя пользоваться всеми социальными сетями и мессенджерами. Так, например, в мае активисту Асухану Жоубатырову заменили домашний арест на арест под стражу из-за того, что он обратился в видеообращение через фейсбук к МИДу Португалии Августа Сантуш-Сильба. И следователь прямо так и написал. Он жаловался МИДу Португалии. До этого его посадили на домашний арест за челлендж к президенту Токаеву. Он сфотографировался вот так вот с белым листком бумаги. Я сейчас в солидарность взяла этот белый лист бумаги. И хочу призвать министров Евросоюза и дипломатов США и Канады публично обсудить власти Казахстана за такие действия. Власти Казахстана не понимают никакой другой язык, кроме языка персональных санкций и блокировки международных кредитов, которые они потом же разборуют. Спасибо. Всем здравствуйте. Меня зовут Алия Есенова. Представляю правозащитное движение «Ильмай. Защита прав человека в Казахстане». Согласно заявленной теме, в сессии хочу обратить внимание дипломатов и спецдокладчиков ОБСЕ на злоупотребление и использование биометрических данных и искусственного интеллекта правоохранительными органами и в контексте систем уголовного правосудия. В рамках общей кампании политических преследований, незаконной слежки через социальные сети, наружное видеонаблюдение, через камеры Хиквижн, сотрудники полиции и Комитета национальной безопасности вычисляют круг инакомыслящих лиц. Сюда входят не только сами активисты, но и их члены семьи, друзья, работодатели, учителя и даже банки. Задача у такой тотальной слежки и давления заставить человека отказаться от гражданской активности. Например, сотрудники Комитета национальной безопасности на основании устного распоряжения требуют указ ПИБанк незаконно передать персональные данные по движению денег и обычных переводов на счетах у активистов и правозащитников, их родственников и друзей. На основании таких данных были потом тайно осуждены 15 человек в разных городах Казахстана, правозащитники и активисты, которые собирали через социальные сети гуманитарную помощь. Другой пример. Спецслужбы используют информационные базы, включая медицинские, школьные, университетские, для оказания давления на активистов и их членов семьи. Шантажируют или публикуют персональную информацию о болезнях, заставляют врачей отказывать в медицинской помощи. Если активист не поддается давлению из-за уголовного или административного политически мотивированного преследования. Пример – политическое убийство Гарифулы Имбергенова. Ему отказали в жизненно важном диализе из-за того, что он выходил на протесты. Врач прямо ему так и сказала за несколько часов перед его смертью. Это лишь маленькие, но конкретные примеры, как используются китайские системы для тотального контроля. В связи с этим мы обращаемся к странам ОБСЕ, оказать публичную поддержку политически преследованным, участвовать в политических судах и посещать политзаключенных, рассмотреть вопрос введения персональных санкций в отношении банков, руководства Комитета национальной безопасности за систематические нарушения прав человека. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Меня зовут Сапанья Мухамбетова. Я волонтер Казахстанского правозащитного движения «Артикль-14» из Казахстана. Хочу рассказать, как Комитет национальной безопасности, Министерство юстиции и полиция Казахстана используют цифровые технологии и социальные сети для массовой дискриминации, цензуры в целом, политических преследований. Первое. Это в государственных органах созданы спецподразделения, которые занимаются тем, что отслеживают любую критику власти в социальных сетях. Их задача определить человека, получить его переписку, местоположение, затем оказать давление. Фабрикуются уголовные и административные дела с обвинениями в экстремизме или финансовых преступлениях. Активист в защиту жертв концентрационных лагерей Китая Байбулак-Кунбулак постоянно под назором таких спецслужб. Он фиксирует онлайн нарушения прав человека в мирных собраниях, жертв жестокого обращения и насилия со стороны полиции и спецслужб. За это время его аккаунты более восьми раз попадали в теневой банк, а его публикации по непонятной причине удалялись Фейсбуком и в других соцсетях. После незаконного ареста в его смартфон была установлена шпионская программа, которую удалось ликвидировать только перепрошивкой телефона. Второе. Сотрудники Комитета национальной безопасности и специальные подразделения в Министерстве юстиции подают массово юридические жалобы на публикации несогласных. К сожалению, социальные сети Фейсбук, Инстаграм, Ютуб и ТикТок под давлением исков удаляют оппозиционные и правозащитные публикации, вводят в теневой банк и блокируют активистов и правозащитников. Мы призываем правительство стран ОБСЕ обратить внимание на эти злоупотребления цифровыми технологиями и статусом властями Казахстана для давления на социальные сети с целью цензуры, стать медиатором коммуникации с руководством социальных сетей для гражданского общества и оппозиции в Казахстане. Мы не можем достучаться через автоматические ответы до администрации Фейсбука, Ютуб и других соцсетей. Нам нужна ваша поддержка. Спасибо. Спасибо большое за вашу интервенцию. Здравствуйте. Огромное спасибо, господин модератор. Яна Манрушева, правозащитница инициативы Веритес из города Астана, Казахстан. В своем выступлении я хочу сделать акцент, как власти Казахстана под предлогом обеспечения кибербезопасности хотят организовать тотальный контроль над обществом. С декабря 2020 года мобильные операторы по требованию Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Казахстана и Комитета национальной безопасности разослали СМС казахстанцам о необходимости установить на все свои устройства сертификат безопасности. В результате социальные сети Facebook, Instagram и YouTube полностью перестали открываться после начала учения под названием «Кибербезопасность. Нурсултан-2020». Правительство разработало проект для расширения полномочий КНБ и Центрального аппарата Министерства цифрового развития для полного контроля за персональными данными, которые получит оператор через сертификат безопасности с мобильных устройств. Эксперты в области цифровой безопасности выступили с заявлениями о том, что данный сертификат может расшифровать, фильтровать, подменять, корректировать передаваемые данные, в том числе пароли и личную переписку, а также прятать или редактировать запрашиваемый контент без ведома пользователей. Официально это делается для обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах по согласованию с КНБ. В практике это легализация тотального контроля над обществом, по примеру, Китая. Казахстан охотно использует репрессивный опыт Китая против мирных граждан. В Казахстане во многих городах и населенных пунктах нет воды, света, интернета, но коррупционные чиновники всегда находят средства для очередного репрессивного инструмента против несогласных. Учитывая вышесказанное, обращаемся к дипломатам стран ОБСЕ с рекомендациями. Осудить публично попытку становления Казахстаном железного занавеса и блокировки независимых источников информации. Внедрить рекомендации Европарламента о рассмотрении введения персональных санкций на массовые нарушения прав человека. Благодарю за внимание. Здравствуйте. Меня зовут Райгуль Садырбаева. Я представляю правозащитное движение «Елемай. Казахстан. Защита прав человека в Казахстане». Уважаемый модератор, вы проявили сейчас необъективную цензуру в отношении моей коллеги, правозащитника и бывшей политической заключенной Казахстана Нурбуль-Калловой. Я напомню, что тема и описание сегодняшней сессии — это цифровые технологии, которые использовались в качестве инструмента для преследования правозащитников и подвергающих правозащитников незаконным арестам, преследованием в сети и за её пределами, угрозами жизни и здоровью, преследованием членов их семей и в некоторых случаях насильственным исчезновением. К сожалению, у меня есть основания полагать, что в интересах властей Казахстана прервали её выступления. Я прошу дипломатов стран ОБСЕ отметить этот недопустимый факт на сессии ОБСЕ. Мои рекомендации. Ну, что можно рекомендовать в условиях массовых политических репрессий? Добиться справедливости и верховенства закона можно только через применение глобального режима санкций. В отношении ключевых виновников — нарушение прав человека. Только это остановит произвол и беззаконие в Казахстане. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Фейсбук, Инстаграм, Ютуб полностью перестали открываться после начала учения под названием «Кибербезопасность в Казахстане 2020». Условия пандемии социальные сети стали единственным источником информации для международных наблюдателей о фальсификации выборов и нарушения прав человека. Второе. Законодательное регулирование запрета использования социальных сетей для фиксации нарушений на выборах за месяц до выборов власти в Казахстане запретили наблюдателям ввести онлайн-трансляции в социальные сети с фиксацией нарушений на избирательных участках. Эти, а также другие нарушения отображены в отчете ОБСЕ по результатам мониторинга за выборами. Но Казахстан систематически игнорирует рекомендации ОБСЕ. В связи с этим мы обращаемся к правительствам стран ОБСЕ поддержать и использовать санкционный механизм ЕС и США по борьбе с коррупционным режимом. Спасибо. Здравствуйте. Я Карлогаш Труманова. Я являюсь волонтером правозащитной организации «Артикль-14» из Казахстана. Хочу обратить внимание на то, как данные, собранные искусственным интеллектом, используются для создания электронного концлагеря в Казахстане по китайскому образцу. В Казахстане с ростом протестного настроения был взят курс на использование китайских технологий, обработки данных, слежки для преследования инакомыслящих. С 2019 года президент Такаев после визита в Китай прямо сказал, что будет повсеместно внедрен опыт идентификации и слежки за гражданами. Для этого в больших городах установлены системы камер наблюдения с распознаваниями лиц от китайской компании «Хиквижн». При этом хочу отметить, что у нас часто в населенных пунктах нет воды, отключен свет, нет интернета, но есть камеры «Хиквижн». Пекин сам использует такие системы для преследования национальных меньшинств в Синьзиане. Поэтому компания «Хиквижн» включена в санкционный список США. В Казахстане эти камеры «Хиквижн» маскируются под отечественный бренд «Сергек». Таким образом, якобы под предлогом обеспечения безопасности на улицах и дорогах Казахстана установлены камеры для тотальной слежки. Известны случаи установления в виде наблюдения у домов гражданских активистов, например, Айгуль Акберды из Актау, Сабржана Кастенова в Алматы. Шпионские прослушивающие устройства были найдены в домах многих квартирах активистов и правозащитников. Мы призываем правительство АБСЕ учесть голос гражданского общества, внимательно анализировать, с какой целью закупаются китайские технологии для тотального контроля за обществом. Перед оценкой АБСЕ – состояние реформ правоохранительных органов. Также обращаемся к дипломатам США наказать Казахстан за нарушение режима санкций США за использование технологий для политических репрессий. Спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Калуова. Я правозащитница движения «Босстандр» из города Павода и бывшая политзаключенная. Я являюсь примером, как преследуют за публикацией в социальных сетях. Меня осудили к полтора годам ограничения свободы, сто часам принудительных работ и к трем годам запрета заниматься общественно-политической деятельностью. В чем моя вина? Я делала обучающие видео в ТикТоке, Инстаграм и Фейсбуке, как защищать свои права для молодежи. Еще я публиковала, как защищаться от произвола полицейских, состояла в правозащитных и оппозиционных чатах в Телеграм. В приговоре суда прямо написано, что мы критиковали действующую власть в Казахстане. А в правозащитном чате Телеграм мечтали о свержении власти в Казахстане, поддерживая программы ДВК. При этом программы ДВК публично доступны, и они касаются демократических мирных преобразований в стране. В переходе из президентской в парламентскую республику. Мечтать об этом в Телеграм-чате опасно. Можно попасть на 7 месяцев в СИЗО, как это произошло со мной. При этом оказывалось давление на моих членов семьи, пока я была под арестом. Также из обрывков фраз сотрудников СИЗО я понимала, что мой сын вместе с правозащитниками пытается добиться международной огласки. Поэтому сотрудники полиции несколько раз вынуждали меня звонить из СИЗО с требованием сына остановить правозащитников. Они угрожали мне, что посадят моего сына студента в тюрьму и отчислят с университета. При этом я не могла нормально встречаться с сыном. Также моему сыну отказали в статусе защитника, сделав свидетелем по уголовному делу против меня. В июне 2021 года министр МВД Тургумбаев сказал, что заключенных не заставляют давать ложные показания на видео и не пытают. Это ложь. Ко мне и другим полицзаключенным приходили в СИЗО сотрудники полиции, которые не представлялись. Они заставили меня и других записать видео с покаянием. И не позволили меня отречиться от правозащитной деятельности. К сожалению, мы не получили никакой помощи от амбудсмена Эльвиры Азимовой. Также меня и других полицзаключенных не посещали дипломаты Евросоюза в СИЗО, не пришли на наши политические мотивированные суды. Я прошу дипломатов ОБСЕ использовать мои свидетельства и материалы дела для рассмотрения вопроса о включении в списки персональных санкций казахских чиновников председателя КНБ Карима Масимова, генерального прокурора Гизата Набдавлетова, председателя Амбады Ирлана Тургумбаев и Тифлиц, которые... Unfortunately, the time is very short. Thank you for your intervention.